привет всем любителям а мама если вы уже подписаны на мой канал и смотрите мои обзоры то я буду надеяться что вы заметите улучшение качества звука надеюсь оно произошло а если вы случайно набрели на этот ролик то возможно вы уже очарованы бархатным тембром моего баритонального дисконта ну и в том и в другом случае ребят за удовольствие надо платить поэтому если звук приемлемый то сразу же ставьте лайк под этим роликом и неважно о чем он и каково его внутреннее наполнение перелеснем страничку этого искрометного юмора и перейдем к наполнению сегодня поговорим о турнире и все они спин плюс номер 27 он же fight night 167 биновидес против фигуи реда турнир пойдет 29 февраля норфолк виргиния сша мы этот турнир будем смотреть уже 1 марта и первый бой этого турнира луис пеня против алекса муньоза пение или пена давайте будем видеть пение уже неоднократно подрался в юфси выступал на натофи выступал неплохо первом бою в юфси встретился с майком тризана достаточно унылым и скучном бою проиграл ему сплитом дальше встретился с вечным перспективным андердогом стивеном петерсоном которого достаточно уверенно победил потом ему зачем-то подсунули несчастного митера ветеранов мэтта ваймана которого он избивал три раунда и в конце концов все-таки смог добить и в последнем бою он встречался с мэттом фриволой достаточно неожиданно ему проиграл почему он ему проиграл потому что фривола был активнее фривола шел вперед выбрасывал больше ударов и несмотря на то что у пены отличные габариты у пении тем не менее не так уж хорошо он их там использовал фривола был активен ему удалось и побороться с пение хотя пение в партере неплохие попытки сабмишинов проводил в общем и целом он был сравнительно пассивен и хотя он был очень обижен на судей после окончания этого боя по большому счету когда я смотрел этот бой то я до объявления судейского решения вот так сидел и думал что блин а наверное ведь фриволи отдадут так собственно говоря и получилось целом то пение неплох у него отличные габариты после того как его все-таки вытолкнули из полулегкого в легкий вес он не выглядит пересушенным он достаточно опасен и более наверное можно сказать эффектен чем эффективен в партере неплохо он там плетет различные узлы всякие из рук и ног своих но пока что не приносит ему этого какого-то такого результата конкретного накидывает накидывает он свои треугольники но за субмитить пока никого не может по крайней мере в UFC скорее в стойке он про локти и колени чем про бокс хотя в последних боях ну можно отметить что немножко в боксе он все-таки добавил но я бы сказал что бокс пока что у него находится на не лучшем уровне перешел он из икеи если я не ошибаюсь в american top team посмотрим что ему это даст встретится он с алексом муньосом если вы смотрите на ю тубе ролики да на вайт в поисках талантов то вот последний ролик который был про да на вайт в поисках талантов гонолулу на гавайях там как раз рассказывалось про этот бой про этого парня в общем-то у него достаточно странный рекорд бьется он не часто пятнадцатом бою два раза потом шестнадцатом бою два раза с оппозиции не очень высокого уровня потом у него был перерыв длительный не знаю с чем он был связан восемнадцатом бою он выступил на контендер сериас побился с ником юелом бойцом без одной руки выиграл его уверенным решением но переехать его не смог наверное поэтому да на вайт не был впечатлен его выступлением и не предложил ему контракт ну и вот уже девятнадцатом году подрался он на гавайях строим лэмсоном про этот бой рассказывалось в том ролике на ю тубе про который я говорил в этом ролике говорилось какой это был прекрасный замечательный очень упорный бой но кроме того что он был упорный наверное про него больше ничего не скажешь бой был скучный унылый такой перетык в стойке двух базовых борцов алекс муньоз это как я уже сказал борец выпускник или питомец можно сказать юра и фейбера тим альфа-мейл где он тренируется как мне кажется достаточно давно в общем то на мой взгляд достаточно скучный боец хорошая него борцовская база но какого-то вот чего-то примечательного про него даже сказать невозможно ну вот человек который может побороться и обладает какими-то может быть базовыми навыками кикбоксинга тем не менее для боя с пеной это может быть не так уж и хорошо для пены потому что вот такой скучный как казалось бы базовый борец может доставить как мне кажется пене приличных проблем коэффициенты на этот бой по состоянию на данный момент на пене дадут дают 167 нам у нее со 2 и 3 после последнего выступления пены я его как фаворита рассматривать не буду поэтому в моем понимании здесь можно думать о ставке на муниоса за 2 и 3 с пеней можно побороться несмотря на то что он достаточно опасен в партере я уже говорил это опасность пока она только такая скажем потенциальная защита от тогда он фу пене не на лучшем уровне поэтому мне кажется что муниос может у него пару раундов забрать в борьбе просто скучно его залежав и переиграв я не думаю что тут какое-то будет досрочное окончание этого боя очень сильно сомневаюсь в этом поэтому ближе к турниру уже может быть стоит присмотреться к вот к такой ставки следующий бой турнира исмаил наурдеев против шона брэди мою наурдеев очень впечатляющий дебютировал юлиси не смог противостоять бой борьбе майкла прозереса хотя прозерес его там два или три раза смог перевести наурдеев у него забирал позицию очень сильно утомил прозереса и в общем-то выглядел там мол для дебюта вот просто можно сказать замечательно дальше наурдеев удивил еще раз уже со знаком минус ченсу ринкаутри мало шансов давали в ринкаутри вышел с хорошим планом на бой а исмаил в их вышел с плохим планом на бой он предполагал что он снесет ченса в первом раунде и когда у него это не получилось то по сути оказалось что плана б у него нет он достаточно быстро устал и насколько он прекрасно боролся с прозересом настолько же у него не получилось борьба с ринкаутри что было достаточно удивительно ринкаутри конечно неплохой борец и цепки но казалось бы что прозерес то в этом компоненте должен быть более скажем так подготовлен но тем не менее ринкаутри удалось исмаила завалять и залежать мы в третьем бою встретился он зияром бахадурзадой хорошо провел уже бой тут он наоборот вышел с планом на бой с правильным планом расстреливал бахадурзаду с дистанции морозок потряс его подключал периодически борьбу в общем во всех компонентах был лучше и уверенным решением забрал бой шон брэдди больше выступал в lfa и не только в lfa cfcc второстепенный американский промоушен ну как бы сказать про него что у него еще какая-то была более-менее оппозиция приличная можно сказать для дебюта в UFC по крайней мере здесь не заметь незамечены ребята с рекордом 00 по сути это универсальный боец который неплох и у дарки но может неплохо и побороться провел он пока в UFC один бой встретился с куртом маги не слишком впечатляющее выступление он был лучше раз там тоже потряс маги ну в общем все-таки в третьем раунде он наверное уже подсел и по раундам отдали 21 его пользу здесь коэффициенты у нас следующие будут наурдеев 163 шон брэди 2 и 4 я в принципе больше склоняюсь к наурдееву мне кажется что он технически более подготовленный разнообразный боец но за 163 пока что я подумаю над этой ставкой я не скажу что она прям такая привлекательная с учетом того что в этом событии вообще в целом на турнире не так много боев как мне кажется на который стоит делать ставки может быть я все-таки наурдеева за заиграю но это уже будет ближе ясно непосредственно в день перед турниром следующий бой турнира это тиджей браун против джордана гриффина тиджей браун будет дебютировать в UFC но в общем уже парень достаточно опытный выступал в LFA и в других второстепенных промоушенах в принципе у него хороший послужной список начинал он конечно как и все с не очень зрелищной какой-то серьезной позиции но потом встречался с более-менее какими-то приличными бойцами но он с тем же бобби моффетом встречался в 2016 году например с треем огденом который себя что-то хотя бы представляет хотя обоим он им проиграл ну подошел он наконец-то к девятнадцатом году контендер сериас встречался там с делом локардом были там у него проблемы в бою ну в целом я бы сказал что у него во многих боях возникают проблемы это боец который больше настроен на настроен на досрочный финиш и у него в общем это прекрасно получается у него из 11 побед 10 побед досрочных из 6 поражений 5 побед тоже досрочных так что это парень который выходит в октагон чтобы убить или быть убитым это базовый в прошлом давно борец который сейчас очень неплох в ударке мы в целом как я говорю у него как минимум хорошо развит инстинкт убийцы но при этом и допускает он множество ошибок в октагоне и часто эти ошибки используют против него примерно то же самое можно сказать про его противника джордана гриффина по кличке природный псих собственно говоря он соответствует своему прозвищу он тоже подписан через данный white contender series 2018 году пока что у него в юси не складывается совсем дебютировал он с дэном иги явно не лучший вариант для дебюта потому что иди сейчас на хорошем подъеме находится были у него там определенные моменты такие плюсовые скажем так удалось ему частично там иди навязать борьбу и в некоторых эпизодах он был неплох но тем не менее если так в среднем взять по этому матчу то иди его и перебил и переборол хотя переборол не так явно дальше он встретился с чесом скелли и это был достаточно странный бой в котором можно сказать что гриффин не проявил какого-то должного fight айкью что ли хотя он тренируется в неплохом кемпе в руфус спорте и у него должен быть в общем-то достаточно грамотный угол тем не менее занимался он на мой взгляд каким-то не тем делом в октагоне он был явно лучше чеса скелли в стойке это было прямо заметно что он доносил периодически чистые удары доски ли но при этом он упорно хотел со скелли бороться я не знаю прямо вот как вредная черепашка на хлеб он продолжал лезть в клинч к чесу скелли клинч в партер и дважды попадал там очень такие тяжелые ситуации скелли забирал его спину застегивал у него треугольник на поясе выходил на удушение как он его не задушил непонятно ну джордан гриффин достаточно стойкий парень но в общем я считаю что тот бой он конечно мог забрать и был фаворитом в том бою но при этом как-то вот у него очень был непонятный план на бой непонятно что он делал в октагоне и зачем результате он этот бой проиграл решением коэффициенты brown 215 гриффин 174 я в общем-то примерно так и расценивай этот бой даже я бы дал коэффициенты еще чуть ближе скажем на гриффина там 185 на брауна 19 поэтому на этот бой у меня пока что никаких мыслей нету на что здесь можно было бы поставить парни примерно равные по силам примерно равные примерно одинаковые по стилю оба любят досрочки оба достаточно опасные оба достаточно стойкие и оба допускают достаточно большое количество ошибок поэтому здесь выбирать можно было бы либо какого-то фаворита у которого ты видишь навыки которые явно будут противопоставлены дыром в игре его противника но здесь такого нету ну либо выбирать какого-то серьезного андердога за хороший коэффициентом хотя бы начиная там с 2 и 3 2 и 4 лучше 2 и 5 2 и 7 здесь такого нет поэтому по данному бою я пока что сказать более ничего не могу следующий бой турнир это алан круз против спайка кайлова кайр лайла и так алан круз подписан через данный white contender series принципе не слишком опытный парень дерется он вроде бы из 2013 года но провел не очень большое количество боев из более-менее приличная позиция может подрался раза три-четыре и более того что по нему можно сказать он очень габаритный парень достаточно неплохой стойкой вот недавно дебютировал боец который дрался джамал хил джамал хилл вот он немного похож только выступает совершенно в другом весе это же у нас физер вейт будет да по моему да это 66 килограмм хотя наверно габарит у него с жамалом хиллом примерно схожи только он дерется в 66 джамал хилл дерется по моему 84 такой достаточно тощий долговязый парень алан круз но в принципе на contender series он мне понравился это вообще был такой достаточно упорный длительный бой в котором он встречался со стивеном гуеном и оба парня были хороши там было выкинуто очень большое количество ударов и по сути алан круз вот он такой как бы в таком стиле примерно и дерется он либо идет вперед либо встречает но он постоянно что-то делает постоянно кидает свои панчи с ног добавляет неплохо руки периодически пытается вставить колени вот он коленом в частности стивеном гуена в конце концов и вырубил в общем он мне достаточно я бы сказал понравился мне кажется перспективный боец конечно наверное у него борьба не на самом высоком уровне ну как ударник для этого дивизиона с учетом его габаритов он прям вполне неплох спайк карлайл это мелкий рыжий лохматый борцуха ну наверное ирландец судя по всему по моему он выходец из дзюдо хотя на определенный бэкграунд в вольной борьбе у него тоже есть он подписан не знаю почему наверное потому что он во первых зрелищно нокаутировал мэтью каугуна 2019 году там действительно был такой интересный момент по большому счету скажем так он там отмахнулся бэкфистом и здорово попал я не все его конечно бои смог найти на то что смог найти посмотрел он мне не нравится до восемнадцатого года он избил четырех людей с рекордом грубо говоря 00 потом восемнадцатом же году он сплитом проиграл бойцу с рекордом 8 11 мне кажется это говорит о многом по большому счету дерется он следующим образом он выходит в октагон и кидается в ноги в стойке он выбирая выражение просто ни о чем как мне кажется в борьбе он да неплох и наверное он можно сказать более скилловый борец чем алон круз но я все-таки думаю что габариты круза и его ударка она должна зарешать в этом бою я не верю что вот этот небольшой рыжий паренек сможет алан круза как-то там прямо сильно завозить или засобмитить коэффициенты на этот бой круз 183 карла карлайл 215 ну я даже круза ставлю себе вот в эту колоночку приоритет то есть не на круза такой коэффициент кажется достаточно интересным и возможно стоит сделать эту ставку я прямо сейчас все делать не буду поскольку эти парни дебютируют то обязательно нужно посмотреть как они подойдут к бою но если коэффициент сохранится будет вывод в этом районе то я буду думать насчет круза следующий бой турнира марчин ты бура против сергея спивака у ты бур и все плохо плохо совсем бой свердумом честно говоря не помню не стал пересматривать с льюисом все было сравнительно неплохо и тут вдруг в третьем раунде мы устаем и выхватываем комбинацию в голову возле сетки стрюве удалось завалять со дурахимом вышел устал после первого раунда получил в голову во втором упал и не встал сакаем это вообще какой-то зашквар сакай вроде бы не нокаутер тем не менее вышел поджар поджал ты буру к сетке накидал ему в голову и ты бур опять упал все плохо сергей спивак два боя в юси бои которые у него проходили в wwfc и все что было до этого я считаю можно полностью игнорировать это бои конечно подраться человеком с рекордом 255 52 10 это прикольно фиг ты когда с таким подерешься но по большому счету ему туда привозили таких уже возрастных дяденек некоторые из них были опытные конечно но это была позиция не очень высокого уровня ну и соответственно он их через одного там душил или с обмитил дебюте он встретился с волтом харрисом который его избил в течение одной минуты и дальше вышел на бой ставим туевасой в том бою он был очень сильным андердогом но однако он к этому бою неплохо подошел неплохо подготовился и мало того что сумел перебороть туевасу что в общем то не такое большое достижение до этого наверно никто не знал как туеваса борется оказалось что не очень но то что он засобидел туевасу это хороший скальп и того по коэффициентам ты бура 1 91 спивак 1 91 это по состоянию на сегодня все у нас идет на 14 февраля по таким коэффициентам у меня ставки нет что я могу сказать про этот бой возможно я все-таки буду на него ставить но здесь для меня важна максимально наверно важна форма и настрой бойцов которые они подойдут к этому бою если например спивак подойдет к этому бою форме в такой же как он подошел к бою ставим туевасы то есть он будет мотивированный подтянутый при этом ты бура опять выйдет с обвисшим пузом и с печали в глазах то я буду думать про ставку на спивака если ты бура наоборот выйдет подтянутый мотивированный немножко проснется будет видно что он что-то поменял своей подготовки что он вообще готовился а спивак например выйдет такой же как он вышел на бой с волтом харрисом заплывший как молочный поросенок то я всерьез буду думать про ты буру в общем и целом здесь я что хочу сказать спивак конечно сейчас побыстрее ну понятно что он моложе что он меньше изношен что у него наверное лучше кардио но при этом он не слишком впечатляет стойки он точно не панчер и если ты бура ну какие-то минимальные там применит телодвижение для собственной защиты они будет держать руки на уровне пояса то не так уж ему страшен будет спивак в борьбе тут не нужно забывать что ты бура это очень опытный грэпплер у него все-таки половина досрочных побед это с обмире тоже к борьбе но борется он достаточно опасно если он будет пытаться ты буру например перевести так как он это делал с туевасой вот этими вот своими дзюдоист самбийскими бросочками и вот с этой вот его попыткой сразу выйти на ущемление шеи то в принципе стыбура это будет как мне кажется плохой план если ты бура будет опять же более-менее форме и вообще настроен на бой потому что ты бура может на раз два три забрать спину и задушить как котенка это факт в целом то спивак как бы сейчас неплох он прогрессирует тренируется федор тим там есть кем ему заниматься братья немков и валентин молдавский это неплохая компания наверное в россии тяжу не знаю где еще можно лучше тренироваться но опыта у сергея конечно маловато поэтому здесь в принципе с коэффициентами я пока согласен буду смотреть за тем как бойцы подойдут турниру следующий бой это ион кутилава против магомеда анкалаева вообще здесь должен был быть бой еще майк дэвис против гиги чикадзе достаточно интересный как мне кажется был бой и даже я его разобрал даже у меня ставка на него было ну чикадзе нет или дэвис куда из них выбыл под по травме буквально на днях что еще вчера этот бой был заявлен ну ладно если найдут там второго соперника то я может быть потом еще дополнительно его разберу сейчас значит говорим про кутилаба анкалаев ион кутилаба ион кутилаба ион кутилаба ладно вышел в семнадцатом году луиса энеррики порвал на части за 20 секунд вышел потом восемнадцатом году против антигулова антигулов очень сильно утомился пока пытался его забороть в первом раунде и собственно говоря и он его забил локтями возле сетки стоячем положении ты шейра ты шейру кутилаба хотел стереть с лица земли тоже в первом раунде тоже очень сильно устал тишейра очень матерый тип хотя и пожилой поэтому он выждал момент перевел иона и его благополучно уставшего обессилившего в партере задушил в девятнадцатом году же вышел против халила раунд ион кутилаба провел достаточно умный бой с раунд три боролся 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 и собственно говоря забрал позицию и опять же у сетки но уже в лежачем положении забил раунд три локтями магомед анкалаев дебютировал очень неудачно с полом крэйгом все у него было хорошо в этом бою неплохо уверенно забирал бой в конце пропустил этот легендарный треугольник от пола крэйга и характерно не то что он постучал за секунду до окончания третьего раунда для меня лично важно то что он постучал примерно через три секунды после того как пол крэйг ему треугольник набросил не знаю либо он устал совсем все-таки либо это был прямо такого жесткий плотный треугольник что он даже не смог нисколько перетерпеть ну да ладно он уже вполне себе реабилитировался марчина прочная нокаутировал в первом раунде к лице на обреу в первом раунде сломал нос соответственно обреу потом особо ничего сделать не смог ну и ланг лунге амбул очень зрелищно нокаутировал в третьем раунде имел большое преимущество по ходу боя общем анкалаев это конечно высококлассная ударка и достаточно перспективно он выглядит в ufc тем не менее на данный бой у нас коэффициенты на кутилабу 3.1 на анкалаева 1.4 я согласен с тем что анкалаева есть преимущество я согласен с тем что он должен идти фаворитом но я не согласен с коэффициентом 1.4 моя личная оценка этого боя примерно 60 на 40 процентов соответственно на анкалаева коэффициент низковатый по моему мнению если бы он был ближе к 165 1.7 то я бы сказал что да на анкалаева хорошая ставка за 1 и 4 лично мне не нравится я здесь как вы видите рассматриваю как достаточно рисковую но может быть ставку на кутилабу кутилаба может выиграть и онкалаева у тела бы есть несколько проблем первое самое явное это его кардио и наверное глядя на иона кутилабу учитывая его телосложение можно сказать что навряд ли он когда-то это кардио прям существенно так улучшить выведет на другой уровень я думаю что это маловероятно и маловозможно но он может научиться его расходовать более скажем так экономно и подходить к боям более взвешено сейчас я уже начинаю говорить о второй проблеме его на кутилабы он много быкует много быкует на стартаунах и в принципе и он такой же на обычный выходит в октагон с таким вот ярко выраженным желанием что он прямо сейчас сотрет соперника с лица земли если он выйдет с таким же настроем на бой с магомедом анкалаевым он скорее всего этот бой проиграет либо он получит какой-нибудь контр панч навстречу и откинет шаловливые ножки либо магомед просто переживет его напор кутилаба вымахается выдохнется и дальше произойдет то что мы уже видели много раз как обессилившего кутилабу чем-то либо забирают у него бой уверенным решением либо душат но он калаев его навряд ли душить будет но забить забьет поэтому здесь опять же я буду смотреть на настрой кутилабы может быть что-то он где-то скажет каких-то интервью что-то существенно не то что обычно бойцы говорят перед боем по большому счету повторюсь что если кутилаба выйдет с правильным настоем а его настрой должен быть это такая экономичная своего рода борьба потому что с анкалаем в принципе побороться можно кутилаба это все-таки чемпион европы по боевому самбу по боевому самбо и с неплохим бэкграундом греко-римской борьбы его шанс пикат с анкалаевым эта борьба разделяет ли он мое мнение захочет ли он этим воспользоваться я не знаю но насчет ставки на него буду думать следующий бой турнира габриэль сильва против кайлера филлипса про габриэля сильвы очень много не расскажешь да в общем как и про кайлера филлипса габриэль сильва это мрак младший брат бывшего бойца юси ныне возможно бойца беллатор если вот туда еще тоже не уволили эрика сильвы рекорд его слишком такой невыразительный в общем то кого он там у себя в 13 или в четырнадцатом году побеждал в бразилии я думаю не очень интересно в семнадцатом году в борьбе победил поляка камила лебовский опять перерыв почти два года в не по не почти а именно два года выступлениях выступил в фа там быстренько забил джека хефернана первом раунде и дебютировал версии против рая борга в общем то показал он что бороться он умеет первые два раунда он оказывал боргу неплохое сопротивление и наверно один из этих двух раундов точно забрал ну дальше он подустал и борг все-таки его сумел на вот своем таком достаточно неплохом кардио перебороть перележать ничего существенного там каких-то таких прям моментов он не проиграл но борг был лучшие 21 по раундам забрал тот бой тренируется в неплохом бразильском кэмпе топовом тим нагейра хорошо борется 25 лет переходим к айлеру филлипсу филлипсу 24 года тренируется в хорошем американском лагере мм а лэб с бенсоном хендерсоном тоже у него рекорд по которой особо много ничего не скажешь пытался он выступить контендер сериас выступил выступил успешно почему его не подписали я не знаю но дали поучаствовать в ultimate fighters где он проиграл большинством голосов бреду катон и потом он встретился с очень опытным виктором хенри забрал там в том бою первый раунд уверенно но потом хенри включился и по большому счету забрал второй третий раунд я согласен что здесь победу дали хенри даже может быть должен быть не сплит а единогласное решение по большому счету хенри смог запихать затолкать заклинчевать кайлера филлипса примерно так это выглядело то есть там такой бой был достаточно не интересный с точки зрения зрелищности но с точки зрения тактики хенри все сделал отлично и кайлер филлипс не потянул просто такой объем действий такой напор со стороны хенри дальше выступил в фа выиграл в первом раунде нокаутом и теперь выходит на бой с габриэлем сильвой кайлер филлипс как мне кажется более разносторонне наверное подготовленный боец он как мне кажется получше будет стойки чем габриэль сильва он габаритнее если здесь конечно топологи не врет что-то 173 сантиметра я не знаю не многовато ли при том что сериал вроде бы всего 162 в общем я здесь небольшое предпочтение отдам кайлеру филлипсу но пока без ставки коэффициенты на этот бой 1 90 кайлер филлипс 187 габриэль сильва в общем наверное это правильно и по таким коэффициентом я наверно на этот бой ставить не буду это без малого бой двух дебютантов можно сказать условно и здесь как-то вот склониться конкретно к чему-то пока с той информации которая у меня есть я лично не могу мне кажется бой лучше пропускать отставок следующий бой турнира брэндон аллен против тома бриза брэндон аллен достаточно молодой но достаточно опытный боец тренируется в руфу спорт в основном бился в лфа встречался он в отличие от того как он выглядит рекорды у многих бойцов которые дебютируют и все брэндон аллен уже встречался со многими достаточно известными бойцами правда тогда они может быть были не столь известны вот он с ним им проиграл проиграл в шестнадцатом году тревину джайлсу проиграл семнадцатом году эрику андерсу андерсу и восемнадцатом году проиграл энтони рнадесу который сейчас тоже подписан в UFC выступил на контендер сериас задушил в первом раунде арона джеффри и дебютирую си против кевина холланда не очень хорошо у него складывался бой с холландом холланд в первом раунде был в борьбе лучше как ни странно перевел он брэндона аллена и существенно так ему рассек лоб локтем в партере но кевин холланд это с позволение сказать немножечко олень потому что брэндон аллен это парень сейчас строго по борьбу он прямо выходит и вот он нацелит бороться бороться и бороться и борется он действительно неплохо и не могу сказать что он стойки прям какое-то полное дно нет он стойки тоже неплох но в борьбе он конечно более скилловый парень этого у него не отнимешь кевин холланд это наоборот человек скорее про ударку но при этом при этом он не думает головой в октагоне он особо из-за этого никому не нравится потому что он весь такой на каких-то там непонятных шуточках на каком-то веселье и по сути забрав чистую первый раунд у алана он во втором раунде ничего лучше не нашел как немедленно пройти алану в ноги перевести его но затем потерять позицию быть благополучно задушенным вот такой бой состоялся в целом я не могу сказать что мне аллен особо нравится ну вот например еще девятнадцатом же году вот смолисом муриетто и он встречался в фэй но это вот пять раундов конкретной тягомотины то есть муриета который человек видимо совсем без стекдаун диффенса поскольку там аллен переводил его ну наверное через тридцать сорок секунд после начала каждого раунда он уже лежал поверх муриетто и вот он пять раундов так на нем лежал да он его там бил подключал гранат паунд но по сути он там может быть один раунд забрал 10 8 все остальные 10 9 и к началу пятого раунда муриеты даже было можно сказать чистое лицо там сравнительно какие-то там были гематомы но не слишком большие да там в пятом раунде когда уже он там выкинула не знаю сколько ударов брэнда на этом массу за сотню пошел счет да он там под разбил муриету но по большому счету вот так вот пять раундов лежать на сопернике не самого высокого уровня пытаться его как-то гранат паунде забить и чтобы из этого ничего не получалось ну мне кажется не самый высокий уровень пока у брэнда на но мы опять же немножко все это выглядит скучновато там брис это бывший английский проспект дебютировал он уже давно но очень у него были большие перерывы его выступлениях из тех бойцов о которых стоит говорить победил 16 году кейта на камуру потом был сплит с неплохим бойцом шоном стриклендом крайне сложно тут бой рассудить потому что он был максимально равным парни стояли в стойке но отдали стрикленду ладно отдали потом перерыв выступлениях до восемнадцатого года вышел против дэниэля келли отправил его на пенсию и потом вот за 18-19 год четыре раза назначались бои по мм и четырежды они не состоялись два раза из-за травмы или медицинского отстранения по медицинским состоянием по медицинскому состоянию отстраняли тома бриза дважды слетали его соперники в общем как то пока у него карьера не складывается в 19 году выступил два раза по грэплинг в общем то в рамках предстоящего боя это достаточно неплохо поскольку как мы уже поняли алан будет скорее всего искать борьбу бриз это боец универсальный в основном он предпочитает стоять стойки однако надо отметить что бэкграунд у него опять же есть борцовский если я не ошибаюсь он выигрывал чемпионат то ли англии то ли великобритании правда по и по любителям и в юниорах ну по вольной борьбе поэтому с учетом такого обстоятельства при коэффициентах 1 95 на алина 187 на бриза я в общем то буду за бриза пока это все тоже предварительно и не точно но как мне кажется что бриз будет стойки лучше борьбу брэнда на алина он должен либо нейтрализовать полностью либо свести ее к такому уровню чтобы не отдать скажем более одного раунда в борьбе мне кажется так мне кажется так и собственно говоря я буду ждать опять же свешивание стрдаунов чтобы посмотреть как парни подойдут к турниру следующий бой турнира меган адерсон против нормы дюмон меган адерсон всех избила в инвикте кроме одного боя своего дебютного в пятнадцатом году где ее задушили пришла в юси где ее переборола в дебюте холли холм переборола и как ни странно даже переклинчевала потом странный бой с кэдзингана где она и хайкипом хайкиком попала пальцем ноги в глаз бой был остановлен после этого она облажалась в бою с фелицией спенсер которая в очередной раз показала что в борьбе у меган андерсон мягко выражаясь есть куда расти ну и победила зару фейрон про которую еще расскажу чуть позже андерсон это конечно габаритная физически сильная и достаточно опасная в стойке девушка которая сейчас тренируется в неплохом кэмпе и в общем то наверное растет но у нее по-прежнему достаточно много дыр в игре это конечно же борьба партер это ее скорость которая наверное не является достаточной вот но встречаться она будет с нормой дюмон про которую в первую очередь нужно сказать что на данной фотографии она похожа на американскую актрису дженнифер коннелли которая играла в фильме реквием по мечте и больше собственно говоря про норму димон чего-то сказать очень сложно бразильский боец естественно джитсерса джитсерша господи что за слово с рекордом 4-0 ее бои в шестнадцатом семнадцатом году всерьез рассматривать не стоит я не знаю там каких-то теток наверное ловили на улице засовывали с ней в октагон в восемнадцатом году встретилась марином мораис марианой мораис это такой gatekeeper бразильский в категории 61 57 килограмм у девушек бойцов бразильских есть поговорка прошел мариану мораис жди контракта с юси надо отметить что из последних восьми боев мораис по моему потерпела шесть поражений что она сейчас мягко выражаясь не в кондициях все это у нас происходило в восемнадцатом году и вот прошло чуть ли не два года и вот норма дюмон дебютирует юси естественно она житель я уже это говорил это слово с чем его повторяю общем девушка строго про джиу-джитсу но победа в восемнадцатом году большинством голосов над марианой мораис не впечатляет то что я видел из предыдущих ее боев я все-таки посмотрел то что я нашел тоже не впечатляет подписана в юси потому что юси пытается заполнить собой заполнить нишу бойцов категории 61 килограмм поэтому подписывает туда всех кто представляет из себя хоть что-то ну норма наверно хоть что-то из себя представляет но несмотря на то что я достаточно скептически отношусь к меган андерсон то немного что я видел по норме дюмон то что сейчас там у нее допустим в инстаграме выложено но не знаю меган андерсон за 1 41 это не самая лучшая ставка это где-то на нижнем диапазоне за который можно вообще рассматривать меган андерсон потому что там ниже 1 и 3 то на нее ставить нельзя никогда и ни в каком случае как мне кажется и здесь вот эти коэффициенты наверное обоснованы тем что букмекеры опять же предполагают что норма дюмон будет иметь преимущество в борьбе сможет привить перевести меган андерсон в партер и там и доставить неприятности а то может быть его вовсе задушить это конечно возможно но для меня лично маловероятно я все-таки думаю что андерсон ее нокаутирует или заберет уверенным решением все-таки андерсон как мне показалось в борьбе потихонечку прогрессирует и по крайней мере защитить хотя бы себя вот такой неопытной девушки как норма дюмон она должна просто обязана по определению ну а в стойке физической силе в габаритах она будет стопроцентно иметь превосходство к мэйн ивент достаточно сомнительного качества филиция спенсер против зары фейн давайте зары начнем она как раз встречалась в последнем бою с меган андерсон я даже на нее ставил потому что коэффициент на нее был 4 а чего не поставить бы за такой коэффициент ну опять же она подписана потому что и все пытается заполнить вот эту нишу 61 килограмме по большому счету это ударница с таким сомнительным немножко рекордом конечно и сомнительной оппозиции ну ее бои до 17 года вообще смотреть даже не стоит хотя я их отсмотрел когда смотрел ее к бою с андерсон но я их пересматривать уже не стал потому что ну смысла вообще никакого нету это бои просто ни о чем вялый перетык в стойке все медленно плохо не интересно не зрелищно и на низком уровне ну вот семнадцатом году начиная вот с боев там салми с бадурок может быть какое-то небольшое улучшение произошло потому что она все-таки стала тренироваться но если я не ошибаюсь она потренировалась в ммфакторе с фрэнсисом нгану и сейчас она тренируется волстарс это достаточно в общем-то топовый европейский кэмп который находится в швеции и ну как никак она прогрессирует с бадурок вот она уже достаточно неплохо подралась хотя бадурок конечно это боец невысокого уровня ну по крайней мере она ее вынесла в первом раунде в нужный момент включила первую или вторую там какую четвертую передачу и просто бадурок забила но тем не менее сказать что сильно как-то впечатляет в стойке нельзя однако я все-таки давай какие никакие шансы против меган андерсон потому что она явно полегче на ногах чем андерсон в принципе она могла бы наверное с андерсон провести более умный бой попробовать это переиграть ее на скорости на движении но вместо этого она побежала сразу с ударами залезла к андерсон в клинч завалила ее на себя несмотря на то что в конце первого раунда она смогла ее свипнуть но свипнула таким образом что залезла к андерсон в треугольник и проиграла и с адмишином что конечно не добавляет и дивидендов мягко выражаясь это был не очень умный с ее стороны поступок и бой который она провела достаточно плохо фелиция спенсер она тоже неплохо подалась в инвикте всех задушила кого смогла со сравнительно неплохой оппозиции встречалась уже в последних боях дебюте опять же задушила меган андерсон и потом встретилась крис сайборг и дала сайборг достаточно близкий бой но нет нет не так нет про близкий бой это я загнул она не позволила сайборг себя удосрочить и очень неплохо смотрелась в первом раунде рассекла сайборг и вообще как бы бой провела достойно но второй третий раунд конечно сайборг когда пристрелялась там не было близкого боя это я обмолвился это был уверенный бой от крис сайборг но не позволила себя фелисе спенсер размазать по канвасу за это ей уже респект база у нее в общем-то тэквондо хотя все думают что она греб лишат жить вот но конечно в греплинге она неплохо неплохо бороться она умеет и в стойке она в общем то тоже более менее скажем так хотя в стойке еще мне кажется расти и расти она больше про какие-то супермен панчей какие-то локти классического бокса и не хватает но тем не менее коэффициент на нее 1.14 на зару фейн 605 я в общем-то согласен с коэффициентами зару фейн даже на 6 за 6 я рассматривать как андердога не буду на спенсер я ставить за 1.14 тоже не буду ни в каком виде даже не в какие-то там экспрессы добавлять я иногда могу и такую ставку забрать но все-таки спенсер не настолько уж прямо опытной скорее всего конечно 95 процента что она победит вполне вероятно что она фейн переведет и засубмитит она должна быть нацелена на это как мне кажется она боец умный я думаю что у нее все получится но за 1.14 я ее забирать не буду но вы смотрите сами нужно ли вам это или нет ну и главное событие джозеф бенавидес против дэйвисона фигуи рэда вообще до того как я начал разбирать этот бой вот так вот интуитивно я был за фигуи рэда в общем то что такой опасный парень коэффициент 2.35 чего бы его не забрать ну когда я пересмотрел бои честно говоря я больше склонился к бенавидесу даже возможно буду на него ставить бенавидесу хотя 35 он как ни странно мне кажется побыстрее будет фигуи рэда рассказывать много про рекорд бенавидеса смысла нет он дрался абсолютно со всеми кроме фигуи рэда сплит с петтисом ну сомнительный хотя конечно первый раунд проиграл и петтис дважды его там посадил на задницу что было странно там не было тяжелых нокдаунов но пропустил он там удар но я бы сказал что второй третий раунд он забрал я не знаю почему петтису отдали ну отдали отдали переса вынес первом раунде это серьезный скальп с артисом с артиса был очень классный бой с точки зрения борьбы прямо я его пересмотрел и понял насколько же бенавидес в своей борьбе прямо на голову выше чем фигуи рэда бенавидес прямо здорово борется ну и то что он досрочил фармигу во втором раунде это в общем тоже хорошее достижение что бенавидес несмотря на свои 35 лет сейчас на подъеме как мне кажется быстро очень неплох в стойке хорошо комбинирует удары в общем то несмотря на свои небольшие габариты а он фигуи рэда будет опять же проигрывать он неплохо умеет сокращать дистанцию неплохо умеет ее разрывать и из его слабых мест я бы отметил только одно мне кажется недостаточно он себя грамотно защищает пропускает он ненужные удары это было и в бою с петтисом это было и в бою с фармигой и это главное обстоятельство которое меня смущает если ставить на бенавидеса потому что фигуи рэда конечно же может наказать фигуи рэда дается уже тоже достаточно давно отметим что в семнадцатом году брукс ему достаточно много проблем навязал в борьбе и сплит здесь тоже такой сомнительный марагу прошел а моралиса прошел уверенно марагу прошел уверенно с фармига опять споткнулся на 5 в борьбе фармига смог ему навязать такую достаточно грамотную борьбу и фигуи рэда в общем то особо ничего сделать не смог с понтой зарубились жестко ну понтой а рубку не вывез ну и тима или это подловил все-таки на гильотину подловил вообще гильотиной фигуи рэда достаточно часто защищается от борьбы фигуи рэда конечно же очень опасен со спины он я бы сказал неплох нехорош он вот опять же пытается все время придумать гильотину неплохо работает локтями со спины но таким бойцам хорошего уровня отдает он эпизоды в борьбе отдает он им время в контроле что касается его стойки нет как бы казалось раньше что фигуи рэда панчера когда я пересмотрел его бои внимательно он как бы панчер но немножко не такой панчер как вот мы все привыкли думать он в общем то не пытается нокаутировать людей в стойке или пытается но это у него не так акцентировано своих вот всех боях допустим с бруксом с моралисом с марагой ну с понтой а нет там по-другому бой происходил у него был такой вот план на бой видимо именно перевести и там уже забить в партере сверху потому что гранд паунд него конечно хороший но с беновидесом мне кажется это не сработает по большому счету пытается делать вот одно и то же это именно о чем я сказал да с понтой они дрались по-другому там понтой а просто предложил рубку а фигуи рэда собственно говоря ее принял по большому счету фигуи рэда ходит по октагону весь бой держит свою правую так что вот он ее вот-вот выкинет и ждет вот либо он достанет ударом с правой либо он сократит дистанцию войдет в клинче там либо подключить локти либо именно заклинчует и уже из клинча будет переводить стягивать на канвас и там забивать я думаю что с беновидесом у него такая штука не пройдет беновидес не даст ему клинч если даст он сразу его разорвет если все-таки не разорвет и фигуи рэда где-то там его переведет то беновидес я думаю встанет мне кажется что фигуи рэда может выиграть больше каким-то таким флеш нокаутом или еще каким-то таким более случайным скажем там способом какой-нибудь там сечкой у беновидеса то есть вот что-то такое то есть если резюмировать я сказал бы так что если беновидес выйдет с правильным планом на бой который будет состоять из правильного микса борьбы и стойки то есть в борьбе ему не нужно там может быть на фигуи рэда долго лежать и ждать пока фигуи рэда его там снизу будет локтями бить ему нужно переводить наносить какой-то ущерб и может быть даже фигуи рэда отпускать стойки у беновидеса очень хорошие хавкики он прямо отбивает ноги последних боях здорово фигуи рэда он плотно стоит на левой ноге которую выставляет вперед мне кажется что беновидес первое что начнет делать это обработает вот эту ногу и если беновидес вот будет проводить грамотный бой то мне кажется что все-таки покажет он свой класс покажет он что он не зря очень долгое время является топом этого дивизиона и номером два и по сути кроме мышонка никому он и не проиграл с петя сам я не считаю это поражением это какой-то странный бой в общем в итоге мне кажется что беновидес должен этот бой забрать на классе не даст он фигуи рэда возможности себя нокаутировать и заберет этот бой скорее всего решением поэтому я думаю о ставке на беновидеса за 1.65 также здесь можно присматриваться к ставке на продолжительность боя но мне на пинокли тотал больше трех с половиной навряд ли дадут там скорее всего будет тотал больше четырех с половиной я тут допустим не уверен что бой пройдет прямо все пять раундов это вот не факт потому что беновидес в общем то тоже может удосрочить хотя и в этом я конечно сомневаюсь фигуи рэда в общем-то крепкий хотя надо вот еще отметить что по кардио по кардио фигуи рэда как мне кажется с 3 раунда начинает проседать мне кажется что беновидес его еще может быть переработать на кардио вот но то что бой скажем зайдет в третий раунд и даже наверное четвертый раунд тут как по мне достаточно высокой вероятности можно такие ставки рассматривать вот такой у меня получился обзор надеюсь он кому-то будет полезным всем спасибо за внимание всем пока удачи на ставках сильно не рискуйте